Ассаляму алейкум! Добрый вечер, дорогие друзья! Вы на канале Вкусная Еда с Хатичей. В холодную пору, особенно к любому гарниру, мы любим подавать квашеную либо солёную капусту. Особенно мы очень любим пелюстку. И готовить мы её сегодня будем по особенному, по маминому рецепту. Она получается очень ядрённая, вкусная и невероятно хрустящая. Всем настоятельно рекомендую приготовить по этому рецепту. Результат вас точно обрадует. Капуста-пелюстка готовится кусочками, но я буду нарезать такими дольками, как делала моя мама. Мы сохраняем кочерыжку и нарезаем вместе с кочерыжкой. Вот на такие дольки, чтобы когда вы кусочек берёте капусты, готовой солёной, она у вас не распадается. Она готовым кусочком достаётся либо из баллона, либо из коробки. И то же самое делаем с остальной капустой. У меня контейнер большой, в котором я буду солить капусту, поэтому я второй вилок тоже так же разрезаю. Вяренькие листочки убрала и нарезаю. Освобождаю доску, перекладываю в такую большую ёмкость. Сейчас будем нарезать остальные овощи. Всё делается легко, и просто, и быстро. Отготовила 3 морковки. Можно нарезать вот на такой резак. Какими кусочками вы будете кушать, как вам удобно будет. Либо нарезаем на кругляши. Морковь готова. И сейчас нарезаем свёклу. Свёклу нарезаем на кругляши. Она тоже посолится. И так, вот если вам удобно, как вам удобнее кушать? Удобно кушать вот такими кругляшами, то оставляйте так. Я, например, разрежу пополам, так, чтобы удобно было на вилку там нанизывать или удобно было кушать. И чем вы мельче нарезаете, тем оно лучше будет пропитывать и насыщать красивым цветом капусту. Желательно брать свёклу тёмную, без белых прожилок. В принципе, уже всё приготовили. Чесночок тоже начистили. Всё, собираем в контейнер. Один пучок укропа на дно, выкладываю пол пучка. Сюда же сельдерей. Конечно же, всё хорошо промыла. Чёрный перец горошком. Добавляю 2 листочка лаврушки. И острый перец. Совсем чуть-чуть. Он у меня очень острый. Вот так. У меня сюда на такую коробку уходит одна головка чеснока. Сюда же морковь, свёклу. Теперь выкладываем капусту. Сначала вот так. Потом будем выкладывать так, чтобы оно плотно улеглось. И вот так в шахматном порядке выкладываем. И сейчас снова выкладываем оставшийся укроп, сельдерей. Если есть у вас цветная капуста, вы можете также нарезать кусочками как шницы и выложить цветную капусту. Пустоты закрываем. Морковь, оставшийся чеснок, свёклу выкладываем. И поверх выкладываем капусту, оставшуюся. Сейчас нам нужно приготовить маринад и залить это всё, чтобы оно покрывало. У нас как раз поместилось всё. Вот, закроем крышкой и отправим в холодильник. Так, всё уложили. И сейчас готовим рассол. На литр воды, простой холодной водопроводной воды, мы добавляем 3 столовые ложки полной соли. 50 миллилитров 9% уксуса белого и 1 столовую ложку сахара. Всё смешиваем. Смешиваем хорошенько, чтобы кристаллики сахара и соли растворились. И всё выливаем. Заливаем полностью нашу капусту. Заливаю второй литр воды. Также добавила сюда 3 столовые ложки соли, 50 миллилитров уксуса белого и 1 столовую ложку сахара. И заливаем ещё 1 литр. Вот очень удобно по 1 литру измерять и заливать. И уже не важно, у вас бочка капусты или ведёрка маленькая. И ещё 1 литр рассола с такой же точно заправкой. У меня на контейнере есть дырочки и стало выливаться, поэтому мы немножко уменьшили. Здесь ровно пошло 4 литра рассола. Обязательно нужно накрывать крышкой и отправляем в холодильник. Конечно же, если у вас холодильник маленький, то лучше в ведёрках небольших. Очень удобно. Отправляем в холодильник. 3 дня должна такая капуста настояться. Я сейчас капусту посолила вечером. Утром её, в принципе, уже можно попробовать, но она будет очень малосольная. А через 3 дня она будет просто замечательная. Честно говоря, такая капуста не доживает 2 недели. К любому гарниру такая капуста очень вкусна. Отправляем в холодильник. Прошло 3 дня. Мы, правда, тут изрядно уже поохотились на эту капусту. Она у нас была малосольная эти 2 дня, а сейчас она уже солёненькая. Выложила тарелку, тяжесть, чтобы капуста вся была покрыта рассолом. И вот посмотрите, какая она у нас получилась. Посмотрите, какая капустка. Как она хрустит. Сейчас мы будем её пробовать. Посмотрите, какая красивая. Выкладываем на тарелку. Итак, дорогие друзья, прошло 3 дня. Капуста получилась очень сочная, но она ещё не такая яркая и красивая, какая она будет великолепная и вкусная через неделю. Всем настоятельно рекомендую приготовить по этому рецепту. Она получается в меру сладкая, абсолютно не солёная, а очень вкусная. Порадуйте себя и своих любимых. Такую капусту вы ещё точно не солили. Если понравилось видео, ставьте лайк, поддержите наш канал лайком. Делитесь моим видео со своими друзьями и близкими в соцсетях. Если ещё не подписаны, нажимайте на колокольчик справа, чтобы не пропускать выход нового видео. Я не прощаюсь с вами, а говорю лишь до новых встреч, друзья, на канале Вкусная еда с Хадиджей. Пока-пока. Вкусная еда. Здесь speed. Можем получить аж до 15- Quantity technique. Вкусная еда. Потом п психик.